Миронову не везет в кино, он кривляется. Мордюкова слишком жирно играет, это безумная пошлость. Светличное чересчур соблазнительно, брюзжали цензоры на худсовете. А вот простой зритель картину «Бриллиантовая рука» полюбил. Фильм о незадачливом старшем экономисте, который случайно стал контрабандистом и перевез через границу золотые и бриллиантовые украшения в загипсованной руке, стал лидером кинопроката в 1969 году. Вошел в пятерку лучших картин за всю историю советского проката. Стал кладезем крылатых фраз. А режиссер Леонид Гайдай получил за свою работу поистине бриллиантовый гонорар. Почти 7 тысяч рублей. Что у тебя там? Зелтый бриллиант. Гламурным сплетником он известен как муж Мадонны. А киноманы обожают Гай Ричи за его стильные фильмы. Большой куш давно стал культовым. Какие здесь диалоги? О сюжет? О персонажи? Американские гангстеры, ушлые цыгане, лондонский криминалитет, псих-мафиози. Все гоняются за огромным бриллиантом в 84 карата. Причем практически все пристранные ситуации, в которые попадают герои фильма, позаимствованы из документальных телепередач о самых нелепых преступлениях. Гай Ричи постарался заполучить ведущих американских и британских актеров. А сюжет запутал так, что с первого просмотра и не разгадать. Впрочем, как часто вы бы не пересматривали большой куш, интерес не пропадает. Законодатель ювелирной моды Киевский ювелирный завод дарит вам драгоценные моменты жизни и желает быть такими же востребованными, как главный герой этого фильма.